Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска в студии Татьяна Леонтьева. И вот о чем расскажем сегодня. Если ЖКХ не работает за полгода, свыше 600 обращений от альметьевцев поступило в жилищную инспекцию. Большая часть недовольна работой управляющих компаний. Тематика поставленных в обращении вопросов. Качество жукового работы управляющих организаций ТСЖ. Не пропустил скорую, получил срок. Водителям стоит знать о новом законе. За помехи работе врачей ужесточена ответственность вплоть до уголовной. Ответственность за нарушение данного правила дорожного движения предусматривает влечение наложения административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. Если отдыхать, то только активно. В Альметьевске прошел турнир по пляжному волейболу среди мужских команд на кубок правкома компании «Татнефть». Хороший, красивый вид спорта. Особенно, я считаю, пляжный волейбол. За полгода Альметьевская зональная и жилищная инспекция приняла 660 обращений. Большая часть из них, 518, поступила от жителей. По обращениям проведены 562 проверки, выявлено 545 нарушений. Специалисты отмечают, что возросло число проверок и нарушений. В процессе рассмотрения обращений граждан по фактам нарушения содержания общедомового имущества выдано 289 предписаний. В прошлом году за такой же период их было 230. Чаще жильцы недовольны тем, как управляющая организация справляется со своими обязанностями. Однако есть и другие вопросы. Тематика поставленных в обращении к вопросам. Качество жильковой работы управляющих организаций ТСЖ. 393 вопроса о начислении платы за коммунальные услуги – 109. Недостатки при производстве капремонта – 16. За допущенное нарушение правил новой технической эксплуатации жилищного фонда и невыполнение предписаний инспекции установленной сроки нарушителей привлечены административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 1 млн 264 тыс. рублей. Непонятно, почему мы не подбираемся до самого действенного метода, когда предкачать надо лицензии по конкретным домам. Эта статистика или заформа нет. Она, наверное, самая действенная, когда… Это просто системная работа, ей нужно отслеживать замечания, не устранение замечаний. Я понимаю, что это довольно сложно, скорее всего, потому что одно замечание устранили, второй еще не закончил действовать. И прочее, наверное, есть процедуры. Но, к сожалению, я не думаю, что у нас нет таких домов, по которым нельзя было вывода за лицензию в течение определенного периода. И, наверное, это одно из наиболее действующих методов, к которым надо идти, если не понимают. В среду, 28 августа, в Альметьевске проведет прием граждан и юридических лиц главный федеральный инспектор по Татарстану Ренат Тимирзянов. Прием пройдет совместно с руководством прокуратуры Республики и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. Он состоится по адресу Ленина, 39. Записаться на встречу можно заранее по телефону, что указан на ваших экранах. Сделать это можно в будний день с 9 до 16. Нефтедобывающее управление «Ямашнефть» отметило полувековой юбилей. За эти годы коллективом управления добыто более 72 миллионов тонн нефти. Сегодня НГДО – одно из ведущих и стабильно развивающихся структурных подразделений Татнефти. Как юбиляры отметили круглую дату, смотрите в сюжете. Дорогих гостей здесь, как и полагается, встречают хлебом и солью. И этот визит – не случайность. Сегодня важный день и для объединения Татнефть, и для города, и для республики. НГДУ «Ямашнефть» отмечает полувековой юбилей. На крыльце дворца культуры «Невче» встречается поколение ямашинцев разных лет. Они отметят праздник вместе. Современные модификации внедряются. И вообще коллектив меняется неузнаваемо от этого. Управление было образовано как экспериментальное предприятие для проведения опытно-промышленных работ по разработке мелких месторождений с трудно извлекаемыми запасами тяжелой и высоковязкой нефти. Аналогов проведения таких широкомасштабных работ в СССР не было. А потому предполагались высокие затраты на их проведение. В связи с этим НГДУ изначально классифицировалось как планово-убыточное. Конечно, трудностей вначале было не избежать. Но они преодолевались. У руля во все годы стояли грамотные и талантливые руководители. Сегодня НГДУ – одно из ведущих и стабильно развивающихся структурных подразделений Татнефти. НГДУ «Ямашнефть» стояла у искоков добычи и формирования принципов разработки месторождений с трудно извлекаемыми запасами. Наработанные опыты технологий ямашинцев востребованы как в Татнефте, так и во многих регионах России. Юбилей отметили в кругу сотрудников управления, ветеранов предприятия, партнеров и почетных гостей. От последних звучали искренние поздравления, теплые пожелания и слова благодарности. Отбывали нефть, не один миллиард добыли. Оставались очаговые, мелкие, локальные месторождения нефти. Я лично считаю, что пройден очень славный, нелегкий, трудный трудовой путь. За полвека «Ямашнефть» положила в нашу общую лифтенную казину, в общую лифтенную копилку, уже практически 73 миллиона тонн черного золота. Вроде бы хорошие цифры, но за всеми этими цифрами стоят достижения, в связи с результатами труд, талант нескольких поколений ямашинских нефтяников, рабочих, специалистов, руководителей. Передал поздравления юбилярам и первый президент республики Татарстан Ментимер Шаймеев. Затем передовикам и ветеранам управления были вручены государственные награды Татарстана, а также ведомственные награды Министерства энергетики Российской Федерации и компании «Татнефть». Наше предприятие для меня все. Оно мне дало работу, построил дом, женился, есть дочь, внук. Спасибо руководству, что не забывают про нас. Судьба моя и не только моей семьи связана с НГДУ, и я нисколько не жалею. Юбилей для работников предприятия продолжился праздничным концертом с участием звезд татарской эстрады, а также коллективов из соседних регионов. Большим подарком для ямашинцев стало выступление народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии Татарской АССР имени Габдулы Тукая Рената Ибрагимова. Продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу», которая проводится в Татарстане с 2007 года. Все желающие могут помочь собраться в школу первоклассникам из малообеспеченных семей. В Ольметьевском муниципальном районе более тысячи учащихся из малообеспеченных, многодетных, приемных и опекунских семей. Задача организаторов акции – протянуть руку помощи нуждающимся, сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником. Присоединиться к акции и оказать помощь будущим первоклассникам просто. Принести констовары, тетради, набор для уроков труда и рисование комплекта школьной формы можно в Управлении образования Ольметьевского района по адресу Фахретина, 50, кабинет 306. К другим темам. С 26 июля в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи. Теперь водителям может грозить немалый штраф и лишение прав. Но если в результате здоровья пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность. На одном из таких рейдов побывала наша съемочная группа. Рейд «Уступи дорогу» – одно из профилактических мероприятий, которое проводит госавтоинспекция. Суть его проста. Вместе с экипажем скорой помощи на дорогу выезжает и экипаж ДПС. В центре внимания водители, которые не пропускают скорую. 26 июля президент Российской Федерации подписал закон об ужесточении ответственности водителей за отказ пропустить машину скорой помощи. Соответствующий закон был принят к рассмотрению еще в 2017 году. Ранее водителю грозил штраф до 500 рублей. Теперь же с недобросовестного автомобилиста может быть взыскано от 3 до 5 тысяч. Ответственность за нарушение данного правила дорожного движения предусматривает влечение наложения административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяца до 1 года. Кроме поправок, в кодекс административный были внесены правки и в кодекс уголовный. Теперь, если водитель не пропустил экипаж скорой и здоровью пациента был нанесен тяжкий вред, то он может быть наказан не только лишением прав, но и свободы до двух лет. А размер штрафа в этом случае будет увеличен до 80 тысяч рублей. В случае же летального исхода водитель лишится свободы на срок до 4 лет. Чтобы избежать штрафов, водителю необходимо выполнить предельно простой алгоритм действий, прижаться к обочине и возобновить движение только после того, как машина скорой помощи проедет. Включенные проблесковые маячки и сирена дают автомобилю любой аварийной службы безоговорочный приоритет движения. Водителям всех транспортных средств необходимо всегда помнить, что их пренебрежительное отношение к выполнению требований правил дорожного движения не дает автомобилям спецслужб своевременно реагировать на экстренные вызовы и вовремя прийти на помощь. За время рейда недобросовестных водителей оказалось двое. Мужчина на электросамокате попал под машину. Произошло это в воскресенье на загородной трассе Альметьевск-Ноленко в 8 часов вечера. За рулем вазы 14-й модели был водитель 2001 года рождения. Он двигался в направлении поселка. По предварительной версии водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с электросамокатом, который ехал с включенным внешним световым прибором. Самокатом управлял водитель 1996 года рождения. Он, по версии автоинспекторов, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и двигался по полосе встречного движения со стороны Нолинки в направлении Альметьевска. В результате ДТП водитель электросамоката доставлен в реанимацию медсанчасти. Это еще не все новости. Смотрите далее. Три матча, две победы. Нефтяник проводит предсезонье в Санкт-Петербурге на турнире имени Дроздецкого. В Альметьевске прошел турнир по пляжному волейболу среди мужских команд на Кубок правкома компании «Татнефть». На площадку вышли 16 команд из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя и Кирова. В этом году турнир приурочили к столетию Татарской ССР. Играли два дня. Первый день группового этапа определил четыре команды сильнейших. За жаркими играми на песчаном поле наблюдала и наша съемочная группа. Пляж, песок и солнце – лучшие атрибуты выходного дня. Особенно, если проводишь его с пользой и в кругу своих коллег. Вот уже в 13-й раз на городском пляже проходит всероссийский турнир по пляжному волейболу. Традиционно его участниками становятся члены профсоюза «Татнефть», спортсмены из Татарстана и других регионов страны. На этот раз в жаркой волейбольной схватке сошлись 16 команд. Это спортсмены из Альметьевска, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Кирова. Хороший, красивый вид спорта. Особенно, я считаю, пляжный волейбол. Он сейчас популярно развивается в нашей стране. Недавно наша пара стала чемпионами мира. Поэтому сейчас огромный, так скажем, толчок в России. Участвуем мы практически с самого начала, когда этот турнир только появился. Мы и миксами ездили, и парами. Почему мы начали ездить сюда? Приглашать начали. Почему продолжаем? Получаем удовольствие. Игры проходили по круговой системе в четырех подгруппах. В каждой команде два человека. Первые и вторые места, кто занимает подгруппах, они будут уже в восьмерке играть в плей-офф. Команды очень приличные, это все играющие, не просто такие деликанты, но, по крайней мере, команды достаточно сильные. Из года в год поддержку в проведении спортивных соревнований и турниров оказывает профсоюзный комитет компании «Татнефть». А такой яркий, зрелищный и динамичный вид спорта, как пляжный волейбол, становится все более популярным. И в остальном, благодаря спонсорской помощи компании, Альметьевск становится комфортным для занятий спортом. Всем известно, что компания «Татнефть» и профсоюзный комитет уделяют очень много внимания. Развитие физкультуры, здорового образа жизни направляет много средств и усилий для того, чтобы наши работники, пенсионеры, члены семьи наших работников, членов профсоюза занимались здоровым образом жизни. И вот такие соревнования, они привлекают молодежь, привлекают подрастающие поколения. Страсти кипели не на поле игры, но в зрительских рядах. Поклонник волейбола, бывший председатель правкома компании «Татнефть» Александр Юхемец сегодня в числе болельщиков. Волейбол – это мой любимый вид спорта. И хотя мне сейчас уже многовато лет, но любовь моя к волейболу, она не проходит. Мне кажется, я считаю, что это самый красивый, самый любимый, самый массовый вид спорта и доступный вид спорта для всех. Пожелать можно только правильное отношение к спорту. И они, чтобы, как сказать, у них в глазах, чтобы не горели все там кубки, призы большие, дорогие и прочее, а чтобы развивалась любовь к спорту. В результате первое место завоевала команда из Альметьевска в составе Станислава Строкина и Рената Дарбаева. Второе место у Павла Пахомова и Андрея Филатова из Альметьевска. Третье – также у Альметьевской команды. За нее играли Камиль Каюмов и Никита Козлов. Четвертыми стали волейболисты из Набережных Челнов – команда Дмитрия Жеромскаса и Александра Волкова. Все победители и призеры были награждены памятными призами и медалями от профсоюза «Татнефти». Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ К новостям спорта с 13 по 17 августа в Солилецке проходили соревнования по боксу в память отличника народного образования, участника Великой Отечественной войны Ивана Шишкина. В турнире приняли участие спортсмены из Астраханской, Московской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан, Казахстан и Узбекистан, Чувашской и Удмуртской республик. Хорошие результаты показали спортсмены из нефтяной столицы. В весовой категории до 52 килограммов первое место занял спортсмен из Альметьевска. Им стал воспитанник клуба «Дивон Юность» Хазар Мехтизаде. На ринке он провел четыре ярких поединка и выполнил нормативы кандидата мастера спорта. Спортсмен тренируется под руководством тренеров Раджива Незамеева и Сергея Бармотова. Альметьевский хоккейный клуб «Нефтяник» принимает участие в предсезонном турнире имени заслуженного мастера спорта Николая Дрозецкого. Он проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. В нем принимает участие шесть команд высшей хоккейной лиги. Обзор последних трех матчей «Нефтяника» в следующем сюжете. В первый игровой день турнира «Нефтяник» встретился с хозяевами площадки Петербургской «Сканевой». Первый период остался за гостями, которые на 13-й минуте открыли счет. Броском из центра зоны отметился Михаил Патрикеев. Во второй 20-минутке армейцы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем пропустить вторую шайбу. Но голо в периоде не случилось. В третьем игровом отрезке хозяева смогли отыграться. Большинство мощным броском реализовал Георгий Солянников. В овертайме «Сканева» забросило победную шайбу. Отличился Иван Володин. Во втором матче «Нефтяники» скрестили клюшки с «Химиком». Здесь альметьевцам повезло больше. Победа со счетом 4-2. Третьим соперником для «Нефтяника» стал петербургский «Динамо». В первой части матча результативнее были игроки питерской команды. Они провели ворота «Нефтяника» две шайбы. Затем альметьевцы перехватили игровую инициативу и полностью повернули развитие событий в свою сторону. С 30-й по 33-ю минуты «Нефтяник» сравнял счет и вышел вперед. Счет 2-3. Во вторник «Нефтяник» сыграет с новичком ВХЛ – ташкентским «Хума». Телекомпания «Альметьевск ТВ» проводит челлендж «Рожден в Татарстане». Размещайте в Инстаграм свое детское фото, ставьте хэштег «Рожден в Татарстане» и отмечайте тех, кому передаете эстафету. Это челлендж о любимой республике, в которой прошло наше счастливое детство. Посвящен он столетию ТАССР. А теперь о погоде на вторник. 20 августа в Альметьевске прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Альметьевск ТВ До встречи!